Добрый день! Это программа Во время, хотя, конечно же, уже в Абакане 20-28 и всего плюс 8, и надо говорить добрый вечер, плюс 8. Эх, дачные дела наши могут оказаться под угрозой заморозков, а может и нет у нас в гостях Юлия Ненгулова, агроном центра садоводства. Добрый вечер, Юлия Романовна. Здравствуйте. Что ж, вот после таких хороших майских первых выходных, сегодня вдруг какой-то непонятный ветер, мы, значит, отсадились, а тут нам, здрасте, бабка, вот тебе и Юрия в день. Ну, ежегодно у нас так происходит, как зацветает черемуха, жди похолодание, да? Это мы уже знаем. Я бы спел эту песню, «Цветет черемуха к похолоданию». Помните, дорогие телезрители, эту песню? Поэтому... «К похолоданию». А Валентина Толкунова не вышла из меня. То, что вы посеяли, я надеюсь, вы не высаживали теплолюбивые культуры. Пора. Помидоры-то стали... Они вот, пока меня не было, видать, почуяли волю без хозяина и за эти четыре дня. Эгэгэй. Ну, Алексей, вы, во-первых, их раньше времени посеяли, я помню. Я говорю, не торопитесь. Они раннеспелые, их нужно где-то... Помидоры-то... Поматы, да. Вы рано их посеяли, вы все. И поздние, ну, не поздние, так сказать, средние, спелые и ранние. В конце марта, начале апреля. Посеяли. Да. Ну, сейчас какого они у вас роста, как сказать? Ну, некоторые вот такого. Ну, это разве большие? Мне кажется, да. Это хорошие растения, надеюсь, крепенькие, толстенькие. Да, да, не тонкие. Все тогда не стоит беспокоиться. Это не... Вот так, когда от пола уже. А, нет, пока нет. Так если они взяли такой старт, они как бы... Они к июне-то... Какой там у нас праздник-то надо? К троице? К троице-то они же... Ну, Алексей, нужно тоже знать характеристику сорта, гибрида, какой он высотой. Я их уже все перепутал. Ну, вот это очень плохо. Кому нужна рассада, обращайтесь. У меня ее много, 22, 41, 18, телефон. Всегда нужно вот ставить бирочки, где какой сорт, чтобы знать размер. Например, метр он или метр двадцать или два метра. Как вырастет, так вырастет. Ну, уход у всех по-разному, за каждым. Вот вы знаете, Юлия Романовна, нам в деревне некогда заниматься уходом. Полили, опасынковали и будьте счастливы, подкормили. А вообще нужно, если тогда вы выбираете однотипные, что не два метра, не метр, чтобы не было вот так вот. Лесенок, да? Лесенок, да. Кто-то требуется в пасынковании, кто-то нет. Поэтому нужно тогда уже определиться с выбором. 22, 41, 18 наш телефон. Обращайтесь, звонить начинайте, а то потом опять у нас будут проблемы с ответами. Не будем успевать отвечать на ваши вопросы. А вы сами успели поработать на даче или все сплошно в службе? Все на работе, да. А почему такой наплыв идет покупать? Или не успели, что ли, вовремя закупиться, сделать советы? Почему? Май месяц, апрель месяц, та самая жаркая пора. Это ежегодно так происходит. А что сейчас в основном люди покупают? Удобрения, конечно, это подкормка, это борьба с вредителями, с заболеваниями на плодовых деревьях, на кустарниках, на землянике садовой. Чтобы успеть до цветения, нужно обработать, подкормить семена, вот зеленые культуры, редис, кто-то еще семена не приобрел. У нас вопросы с мессенджера нашего, телефоны вы видите, идут, звоните. Ну, лучше, да, звонить 22-41-18. Так вот, вопрос, автор не подписался, но тем не менее. Добрый вечер, подскажите, как пересадить малину с одного участка на другой, сделать это лучше весной или осенью? Малину можно высаживать и пересаживать как весной, так и осенью. Ну, конечно, заправить, подготовить место, где она будет расти. И желательно это солнечное место, тогда ягода будет намного содержать в себе больше сахаров, слаще будет. Пожалуйста, выбирайте здоровое растение. Если это у вас малина ремонтантная или обычная, тоже разница есть. Как бы плодоносит обычная малина у нас на побегах второго года, поэтому мы годовалые пересаживаем. На следующий год получаем урожай. Будете кушать малина. Елена, еще раз повторите. Елена Савкова задавала этот вопрос. Спасибо. Не анонимный был вопрос. Спасибо за вопрос. 22-41-18. Ждем, ждем. Проверьте телефон, дорогие наши администраторы. Осенью также можно пересаживать. А я вот что-то закрутился в эти выходные, ну, огород же большой, а руки одни. И не, как это сказать, не посадил смородину в землю. Все поздно. А где она? Она в емкостях в земле стоит, на лавочке. Ну, в смысле, в горшочке, так сказать, да? В пластиковой бутылочке. В почвой. Ну, да. Если в почве, то, конечно, потом свободно приедете на вот эти праздничные. Не поздно еще, да? Не пропадут? Нет, конечно. Ну, не в воде она стоит. Нет, конечно, не пропадет. Если, конечно, матушка не начнет поливать. Любит поливать. Ну, все мы любим поливать. А вот почему? Ну, вот как-то думаем, что не хватает влаги всем растениям. Потому что очень часто ко мне сейчас идут с листочками. С рассадой, да? Да, где именно перелив. Да, и многие не соглашаются, что это перелив. Хотя бывает, через день поливают. Это неправильно через день. На солнечной стороне у меня стоит верхний слой, еще раз говорю, поверхность горшочка, ящика быстро высыхает. А внизу там, конечно, влага еще. И растение за сутки не может испарить столько влаги. Поэтому раз в пять дней, ну, тоже зависит еще, конечно, от объема горшка. Слушайте, у меня совершенно небольшой объем вот этих горшочков под рассаду. Ну, литровые у вас, да? Ну, да, прям там, наверное, пол-литрового, как вот эти пластиковые стаканчики. Ну, наподобие их. Охватает, ну, последний раз я поливал в пятницу. Представляете, в пятницу, сегодня среда. И не нуждается еще раз рассада моя полива. Хотя стоит на солнечной стороне, но она пресененная немножко. Раз в семь дней мы поливать должны. Хорошо проливать. Я обязательно... Я прям себя по рукам пью. Правильно. Чтобы не подходить. Чтобы не навредить тут тоже надо поливать. Да, да, да. Потому что я знаю, как умею поливать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей Иванович и Юрий. Юлия Романовна, у меня такой вопрос. Я морковь всегда сею по краю лука. Но знаю, что морковь не любит удобрения. А лук вот нужно удобрять. Какими удобрениями можно подкормить, чтобы и моркови было хорошо, и луку? О, как! Спасибо. Спасибо за вопрос. Но смотрите, удобрение необходимо всем. Только тут зависит, какое удобрение. У нас органическое удобрение, особенно свежая органика. Не любит морковь, перегной, навоз. Навоз конский. Ну да, какой, любой. Куриный. Не любит у нас морковь. Да, поэтому, когда мы вносим в почву, например, перегной, навоз мы внесли, раскидали по полю, перепахали, грядку, или в грядку, например, внесли, то мы в эту грядку только через 3 года, через 2-3 года можем посеять морковь. Тогда будет, да, это полезно для моркови. Ну, какое удобрение? Минеральное можно использовать. Азофоска та же самая. Вот, кстати, да, я делал грядки и сразу вносил азофоску. Да. Это правильно? Да, правильно. Я вам посылал фотографии. А потом мне показалось, что этого мало, и я добавил еще туда фертику калий. Ну да, можно тоже добавить. Ну, хотя можно калийные удобрения лучше подкармливать, когда у нас уже формируется урожай, начинает формироваться. Тогда, ну, можно и сейчас было. Просто, видите, вы поливаете, там может уйти удобрение. Сразу не усвоится. А я сейчас сверху раскидал прямо по грядке. Ну, ладно, раскидали, раскидали. А поливать буду только, ну, если попаду домой в субботу. И вчера полил, и в субботу. Смотрите, Алексей, еще раз вам говорю, что у нас требования у растений к калию, фосфору, это когда уже идет образование плодов, корнеплодов, например. То есть где азофоску вносил? Азофоску не зря. А калий уже, я говорю, можно было подождать. А азофоска тоже уйдет туда. Она туда не уйдет. Но почему, растение же будет расти в момент роста. Вы лук садили? Лук, морковь, редис, салат. Вот то, что зеленые культуры, редис, им не нужно вносить эти... Им вообще не надо было. Ну как, у вас же заправленная почва, я знаю, там органика, все равно же есть, присутствует. Так кто его уже помнит? Компост, там что-то, все равно же вносите. И вообще под зеленые культуры, которые быстро растут, например, две недели вы срезали и вот укроп там. А вы мне какой-то долгоиграющий реализовали салат, какими-то кустами. Я почитал оборотную сторону, как вы советовали. Кочаный, наверное, да? На расстоянии 70 сантиметров. Я думал, я когда прочитал, очень удивился. И судя по количеству семян, мне пологорода надо занять этим салатом. Потом фотографию отправишь, что там за салат. Который вы подсунули, а как я отправлю, если в деревне упаковка-то... Но вы же поедете и отправите. Поэтому под зеленые культуры лучше минеральные удобрения в больших количествах не вносить, чтобы была безнитратная продукция. Можно цион использовать под такие культуры. Добрый вечер. Здравствуйте. Юлия Романовна, здравствуйте. У меня такой вопрос. Чем может быть вредна морковь, и кому ее лучше не ешь? Спасибо большое. Кому ее лучше не ешь? Ну... Кроликам. Нет, в больших количествах нельзя кушать, а то пожелтеете. И пить сок тоже в больших количествах тоже не стоит. Свежевыжигать. Маски делать на лицо морковные тоже перед выходом в свет не советую. А то будете вот как я. Ну, я-то красный. Ну, морковь, если выращена на своем огороде. Применяя удобрение правильно, то она полезна для всех. В меру. Ну, и столько, чтобы вот прям было вредно, вы не сидите, мне кажется, да? Ну, да, но если сок пить, то можно навредить, вот свежевыжатый. Его можно свежевыжатый концентрировать. Конечно, надо всегда разбавлять любой сок. Поджелудочное же не вынесет. Почему? В Объединенных Арабских Эмиратах была пандемия болезней поджелудочной. Это поджелудочная. Потому что вот они, когда стали жить хорошо на своей нефти, напокупали себе соковыжималки, пили этот сок, оранж, сутра джюс. И все посадили себе поджелудочную, потому что надо разбавлять. Правильно. Правильно, да. Писок разбавленный. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей Иванович и Юлия Романовна. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти дни такая стояла жаркая погода, сейчас намечаются заморозки. И скажите, возможно ли посадка вот в данные дни в теплые, вот сейчас на 9 мая, посадка картофеля? Спасибо. 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 Вопрос хороший, да. Я говорю, не торопитесь, пожалуйста. Я понимаю, что хочется раньше отсадиться и все, и отдыхать. Ну, покой нам только снится. Отдыхать не будем, сорняки пойдут. Поэтому, ну, хотя бы до 20-го числа подождите. Вообще, говорю, ну, до 20-х числа у нас как раз температура почвы прогревается. У вас тогда будут наблюдаться дружные всходы. Ну, посей, высадите вы картофель на 9 мая. Будет он лежать в холодной почве, там могут на него напасть вредители, болезни. И будет, сходы будут проплешинами. Это тоже не есть хорошо. Испокан веков в Сибири садили картошку в конце мая. И всегда собирали хороший урожай. Мы же все равно высаживаем, копаем картофель, когда там в августе. Конечно. Мы всегда садили в конце мая или в начале даже июня. Да, в начале июня. 29-е, 1-е, там 2-е, 3-е. И копка картошки у нас в деревне была, это было видно, ряд машин утром. Туда, потом назад. Это примерно 15 сентября, вторая неделя, вторые выходные сентября всегда район копал картофель. Потому что все равно же вегетационный период. У нас, как правило, выращивают сорта средне-спелые, дней 8-75-80. А иначе там и кожура еще нет отвердевшей. Нет, когда мы высадили, например, на 9 мая, тогда и надо будет раньше ее копать. Потому что вегетационный период. И как хранить. И как хранить, и где потом ее искать, если уже ботва засохла. Не торопитесь. Хотя я тут видел, 1 мая в машины ехали садить картофель. Сумасшедшие люди. 1 мая. Это ежегодно происходит. Я не удивлена. Да, но у нас есть звонок, может он нас удивит. Добрый день. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Добрый день. Юлечка, скажи, пожалуйста, эффективное средство для удаления сорняков. Вдоль забора и крапива. Вот раундат есть. Серная кислота. Соляная. Вот какая эффективность. Вы прям категоричны. Серная соляная кислота. Вы что с ума сошли? Смотрите. Раундат, да, там основа действующее вещество. Там 360 грамм на литр. Глифосат. Я не ошибаюсь. Но сейчас его не производят. У вас, наверное, старые запасы. Сейчас есть граунд, есть торнадо, есть агрокиллер. Например, действующее вещество такое же, но там чуть больше его содержится. Например, 500 грамм на литр. Вот глифосат, например, в торнадо. Хороший препарат. Ничего не вырастет, да, после него. Глифосат. Но он не остается в почве, что вы можете потом, как, полностью, например, огород, если у вас там нету культурных растений, обработать отсорной травы. Через недели-две вы можете высаживать там картофель, например. А, то есть сейчас можно уже обработать все? Да, вот эти все препараты действуют по зеленой массе. Семена, к сожалению, они не губят. Они только вот именно через зеленую массу проникают потом в корневище, в корень, и растение у нас полностью погибает. Как избавиться от крапивы в малине? В малине, ну, тут надо, Алексей, ручками. Не помогает и ручками, и все. Как не помогает? Постоянно, несколько раз за сезон в этих зарослях. А вот так вот нужно, да, вот либо руками, либо, если там, как у вас посадки тоже, я же не знаю, если разрежены. Кучно, кучно. Ну, вот надо, значит, разредить их, как бы. И есть плоскорез фокина. Подрезать это будет у вас метод истощения, так сказать. Будете убирать надземную часть, и тогда в скором времени у вас погибнет корневая. Потому что фотосинтез, нечем будет кормить корешок. Там раньше я погибну, чем крапива в борьбе с ней. Добрый вечер. Так, здравствуйте. Алло. Да. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Романовна, будьте добры, объясните, пожалуйста. Вот у меня будет сходить морковка, морковь и свекла. Нужно применять макбор. Вот как часто им пользоваться? И с какого момента? Только она взошла? Или же дать этим культурам подрасти. А вы уже посадили свеклу? Нет. Нет, я не посадила свеклу. Это позже будет. А морковь я посеяла. Хорошо. Ну, смотрите, появились у вас листочки у моркови, у свеклы. Там вы проредили их, вот, все, они уже у вас, ну, уже визуально, так сказать, взросленькие, начинает образовываться корешок. Тогда вот уже можете начинать подкармливать. Подкармливать путем полива грядки. Можно раз. Разводить, да? Развели, да, все строго по инструкции. Развели и пролили. А, прорывки вы не. Ну, лучше пролить. Сколько раз. Так, здесь раз, наверное, в две недели можно, раз в две, раз в три недели подкармливать макбором. Ну, раза три где-то. То есть пока сами всходы лучше не трогать, а когда мы видим, что завятывается корешок этот желтенький, да? Да, там желтенький, ну, там видно будет, когда уже видно, что ботва уже такая хорошенькая. Хорошая ботва. Здесь уже тогда уже необходим вот макбор. Но я думаю, что вы перед посевом все грядки заправили и органическим удобрением, и минеральным, комплексным. Поэтому тут надо тоже знать. Потому что один макбор, это не даст гарантию, что ваш урожай будет очень вкусный и хорошо хранится. Необходимо также еще и фосфор, калий и азот. Вот так. 22-41-18 наш телефон. 13 примерно минут у нас есть с вами в распоряжении. 12, вот мне говорят. И звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, от кабачки зависть загнивает постоянно. Что делать? Загнивает, когда много влаги. Это зависит от полива. Вот как вы поливаете? Как вы поливаете, расскажите нам. Где растет, на какой почве, удобренной чем-то, органики, возможно, много. Да нет, но поливаем, наверное, часто и сверху. Наверное, надо под корень поливать, да? И холодной водой, да, не стоит поливать. Если сверху, то, конечно, будет загнивать. Вот зависть она постоянно. У кабачков вот такое присутствует. И что, что бором подкармливать надо? Бором? Да, и барофоска. Барафоска можно подкармливать барофоской. Барафоской, и вот я говорю, нужно тут поливы всегда лучше хорошо. Регулировать. Да, регулировать хорошо. Пролили. Во-первых, листовая пластинка большая у них. Под ними корневая влага, да, и не испаряется так, как, например, томаты бы росли. Там всегда рядом с ними у меня почему-то вот эта мокрится, да, трава? Ну, потому что влажно, да, постоянно влага. Хотя вот мы за кабачками у тебя вообще не ухаживаем, они растут сами по себе и растут. Не подождик полил. Некоторые, может, там и гнить могут. А, так, господи, их как грязи всегда. Так бы помидоры росли. Бывают молоденькие просто начинают гнить. Бывает, бывает, не без этого. Жалко. Если они... Мы вот на минувшей неделе последние выбрасывали. Ну, это у вас так, а у кого-то всего три кустика. А у меня было сколько кустиков? Ну, наверное, семь. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Юлия Романовна, подскажите, как избавиться от чистотела и одуванчиков? Тоже руками. Да не только. Вот. Где они растут у вас? И в малине, и да везде. Зарата такая, да. Зарата. Вот здесь вот надо тоже именно руками, потому что здесь вот эти культурные растения, как бы у нас существуют, если препараты избирательного действия, то они у нас направлены на картофель, да, вот лазурит. Вот картофель посадили, лазуритом опрыскали, все. Когда появились первые всходы, картофеля надо опрыскать, да? Перед посадкой. Вообще две обработки. Нет, я вообще говорю, что картофель растет, сорняк нет. По клубнике есть избирательного действия. Но мы это завтра покажем, в пятницу покажем, скорее всего, программу про клубнику. Мы сегодня снимали ее. Он именно идет на посадки клубники. Клубника растет, сорняк нет, а одуванчик тоже погибает на посадках именно клубники. Там есть для газона ландрел. Газон растет, сорные растения, которые бывают, тоже засоряют газон, погибают. Тот же самый одуванчик погибает. Но то, что вот насчет малины, тут как-то вот еще пока... Вот с малиной как-то, да, не разобрались еще наши генетики. Я попробую. Про малину узнать. Узнать, да, разобраться. Да, мне очень надо. Хорошо, ну не только вам уже тут надо. Да. Вот главное, когда женщина к вам обратилась, вы сразу попробовали. А я-то удычу полгода. Ручками, ручками. Поэтому, ну да. Все ручки уже. Руками, тяпочкой, где возможно. А потом в эфир с этими руками, трудовыми мозолями. Перчатки. От лопаты. Нету перчаток. Дорогие нынче перчатки. 22-41-18 наш телефон. У меня были хорошие перчатки. Вы, кстати, на день рождения мне как-то дарили. Перчатки, представляете, мне дарила Юлия Романовна на день рождения. Не только таких. Один мой родственник с большими руками натянуть умудрился. И теперь, конечно, они мне слегка великоваты. Такие хорошие были перчатки. 22-41-18. 8 минут. 7. 7 у нас осталось минут с половиной. Мы будем либо завершать, либо отвечать на ваши вопросы. Мы будем говорить еще о том, что вот заморозки. Да, у нас сейчас начинают зацветать деревья. Что необходимо сейчас делать? Абрикосы. Сейчас ветер сдует. Сейчас ветер, ладно, сдует. Бывает, что он под заморозок попадает, и там нечего сдувать. Кстати, да. Поэтому сейчас вот заблаговременно. Да, минус двух обещают. Как раз, когда будет, посмотрели на ближайшие дни температуру. Послезавтра. Послезавтра будет минус двух? Вроде как, да. Да, ну вот, смотрим на прогноз погоды. И где-то за сутки желательно обработать все наши деревья, кустарники, монокалийфосфат, опрыскать. Можно добавить туда эпин, и также опрыскать. Те, кто живут... Не, не успеют. Сегодня ноль, а минус два уже убрали. Успеют. И воскресенье ноль. Сегодня ноль, это не минус. Это нормально. Ну, дай бог. Вообще, к заморозкам всегда погода, можно узнать. К вечеру начинает. Это безветренная погода, ясное звездное небо, затишье. Так уже поздно, если за сутки надо калийфосфат. Ну, можно не за сутки. Если у вас 10 часов, завтра вы можете это сделать. Я просто говорю, что сегодня нет заморозков. Завтра вы можете сделать, если там послезавтра уже будет там... Так, а может сразу опрыскать, да и не бояться. Ну, желательно это сделать где-то вот приблизительно, когда... Накануне, да? Да, накануне. И я говорю, кто живет, например, на... На земле? На земле, да, дом и имеет возможность выйти как раз перед заморозки. А заморозки у нас это в утренние часы как раз, там часа в 4 бывает. Бывает, что... На рассвете буквально, вот только забредит и бьет заморозок обычно. Да, проливают, с вечера бывает даже проливают почву. Да. И почву она... И зажигают костры с дымовухи. Нельзя, Алексей, дымовухи... Ну, дым пускают. Нет, я понимаю, что такое, не надо ничего сжечь. А вы про костры говорите? Нет, нет, у нас пожароопасный период. И я про дымовухи тоже говорю, не надо, нет. А как пчел выкуривать? Пчел это дымарь. Ну вот, дымалек, пройдитесь по участку. Нет, Алексей. Потому что все равно, ну, не надо. Свадьба с приданным. Смотрели старый фильм с ныне уже покойными актерами? Все умерли, по-моему. Можно я договорю, Алексей, что... Нужно проливать почву. Что это дает? У нас за день все равно солнечные лучи греют почву. И если мы пролили, у нас в ночные, вот эти утренние... Испарение. Идет теплое испарение. Это тоже защищает наши деревья. Если у вас молодые саженцы абрикосов, то вы можете использовать также укрывной материал. Невысокий. Невысокий, ну или несколько веток как-то попытаться укутать. Хотя бы спасти несколько веток. Да, ну а так, я говорю, монокалийфосфат опрыскивания плюс эпин. Ну и также еще подкормочка фосфорно-калийная. И вот, кстати, именно поэтому в деревнях после заморозков вот отливают именно растения. Большим количеством воды проливают, чтобы оно оклемалось. Да, я это и с детства помню. Я не спорю с вами. Спим мы как-то утром, еще, ну, утром все спят. И вдруг такой стук в окно. Соседка латышка у нас жила. Тетя Аня Юзефатов. Вставайте, вставайте. Так страшно. Рассвет такой красивый. Вставайте, заморозок-заморозок. Думаю, ну и жужжу заморозок. А мы детьми еще были. Что ж ты как но-то выносишь, зараза соседская? А она... Хорошая соседка. Да, и спасли огород. И они свои, и мы свои. Вот. Именно водой отливали. А в памяти вот это осталось. Ну да, конечно. Стук в окно вставали. С детства, потому что... 22.41.18 совсем немножко времени осталось. Три минуты будет у нас финальный звоночек или нет. Интересно узнать. Расскажите свою историю борьбы с заморозками. Ну вот нам одна женщина рассказывала, что она шьет вот эти конусы. При тебе рассказывала, да? Или не при тебе? Или в другой передаче. А вот помидоры высаживает. Да, да, да. Шьет конусы, завязывает и уезжает. Помогает? Многие так делают, да? Закрывают именно в домик. В домик, да. Каждый томат. Но томаты мы еще не высаживаем, Алексей, еще подождем. Ой, сомневаюсь. Я уже чувствую, приеду, если на следующих выходных. Наверняка уже там соседи некоторые повстыкают. У нас же теперь кто быстрее, выше, сильнее. Кто раньше отсеется. Да, 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 да. Социалистическое соревнование прямо по огородам. Ну нет, торопиться не стоит, потому что раньше вы урожай все равно не получите. Это точно. Можете вообще ничего не получить, если... Потому что это все у нас томаты, вообще посленовые культуры, это теплолюбивые культуры. И перцы, да? Да, это к одному семейству относят. Перцы, томаты, баклажаны. Ну, какой заморозок страшен? Ой, здесь даже при нулевых-то тут уже все, можно сказать, будет очень долго приходить в себя. Вообще перец, томат еще может как-то. Самые такие теплолюбивые это перцы и баклажаны. Я же пересадил перец и оставил на веранде. Ну, закалиться. А если там не ноль будет, а больше? Ну, будем надеяться. Ой, ой, ой. Натворил дело. Да, до минус одного сегодня в моей деревне. То есть он может погибнуть, да? Ну, сразу же не погибнет. Просто потом нужно выхаживать его. Ну, смотря где вы оставили, там может не будет минус один. Тут тоже зависит. Веранда. Ну, ладно, господи, переживем. У вас еще перцы. Хватит нам перца на нашу жизнь, как говорится. Спасибо, Юлия Романовна, что пришли. По традиции угощаю вас. Спасибо. От имени Татьяны Александровны Тутачиковой и группы Малинники. Вот такие крендельки. Воздушные, вкусные, полезные. Спасибо. Пост закончился, значит вам можно. Спасибо большое. Пожалуйста, Юля. Не забудьте взять. Друзья, мы с вами увидимся завтра в нашей программе «Во время». Ну и, конечно же, не забудьте включить телевизор. Прямо в 9 утра, вот как начнется прямой эфир, так и включайте. А сейчас, конечно же, не выключайте. У нас впереди большие новости, а потом большое интервью. Так что всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.